Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я начинаю вторую передачу по поводу нашего любимого даббинга. Синтетический даббинг, который мы используем для вязания наших мушек. Вот в частности такой набор, как я вам показывал. Вы уже знаете. Антрон, прочее, прочее. Теперь я хочу более подробно коснуться тех материалов, которые в нашей повседневной жизни мы можем найти у себя или дома, или в галантейном магазине. Цены, которые будут проскакивать в фильме, это цены в гривне. Как я уже говорил и писал моим заокеанским друзьям, у нас 1 доллар 8 гривен с копейками. Вот есть у фирмы Хэнс, как я уже показывал в прошлом фильме, вот такие разные наборы. Абсолютно по расцветке, по цветам, по даже характеристикам. Есть, допустим, не только с кролика, есть и смешанный. Это вот, допустим, суперфайн, о котором я все время вам рассказывал, который очень хорошо подходит для вязания очень-очень мелких мушек, нимф и сухих, если использовать флотанты. Особенность его заключается еще в чем? Допустим, вот как такой суперфайн даббинг, он синтетический. Так же, как и который перед этим я вам показывал, он тоже синтетический. То есть, его можно использовать для сухих мушек, он не намокает. Но бывает вот такой же даббинг, который также будет написано суперфайн, но он сам по себе уже будет намокать, так как он натуральный и написано раббит, допустим, кролик. Особенность, допустим, заключается еще в чем? Если вот так посмотреть, если вам будет заметно, здесь наблюдается вкрапление блестящего элемента. Его можно спокойно нам заменить, если мы возьмем с вами, ну вот на этой упаковочке несколько лучше, допустим, видно, что она блестит. Мы можем взять обыкновенную шкурку кролика или, допустим, там заяц, если у нас имеется. Или, как я изготавливал стример, у меня вот остался такой остаток. Если мы с вами будем, как вы видите, наш мех состоит из основных остевых волосков и подшерстка. Если мы с вами будем выбирать вот такие остевые волоски, они для одного годятся. Если мы возьмем с вами подшерсток, вот этот пух, это будет годиться для других видов изготовления мушек. Поэтому вы сами для себя выберите, что вы будете состригать. Можно, допустим, взять щетку, которую вычесывают животных и взять, вычесать вот так пух. Но первое время, когда у меня были затруднения с даббингом, я взял шарфик махеровый и с него вот я начесал немножечко щеткой себе вот такого даббинга. Мне нужен был зеленый. Это та же самая натуральная шерсть, но, как вы видите, по сравнению, допустим, с другим волокном, она достаточно грубая. Она годится для изготовления стримеров или очень крупных нимф. Каждый даббинг для чего-то хорош, поэтому нет такого понятия, как плохой или хороший. Для каждого материала есть свое применение. Это я вам уже рассказал, вы уже прекрасно понимаете. В зависимости от меха, как рассмотреть вот лапку, допустим, писца, здесь я могу выстричь, как вот такие гостевые волоски, которые годятся для воротничков мелких нимф, так и вычесать подшерсток для того, чтобы изготовить тело для других нимф. То есть, с одного вот такого кусочка практически можно работать годами. Но, учитывая то, что вы задавали мне вопрос, как можно еще что-либо добавить, значит, если мы с вами настригли определенное количество, допустим, вот такого подшерстка, как я показываю вам из набора, и вы хотите его изготовить, чтобы он был у вас с такими блестками, есть вот такие наборы, или продаются дополнительно, вот разные такие наборы в отдельности, как я уже показывал, и я применяю их у себя в работе. Можно настричь определенное количество и придать вот оттенок, начиная розовый, зеленый, красный, какой вы для себя приобретете. Самое основное, это то, что вы должны подобрать для себя толщину этого даббинга, который блестит, чтобы он сочетался с вашим мехом, чтобы не был очень сильно жестким. И то, о чем вы меня просили, я сейчас более подробно вам расскажу. Значит, опять же, все эти цены трехгодичной давности, они в гривне. Вот есть такие наборы, их можно встретить и сейчас в магазине, правда, я не знаю, по какой цене. Как вы видите, я вот переворачиваю. Это вот тот набор, который запечатан, и я так думаю, если приобрести один вот такой набор, то человек на 20 вам хватит даббинга, наверное, не на один год. Оттенки, цвета, цвета и толщина нашей пряжи здесь разная. Допустим, как всегда, здесь вот они пишут, если вам так я покажу, здесь написано 23 микрона, здесь написано 30 микрон. То есть, вы для себя, допустим, можете подобрать, или вот как вот этот набор, 30 микрон, можете для себя подобрать практически любой оттенок, с которым вы сможете работать. Вот этот набор, у него еще меньше сама по себе структура волокна. И очень хорошо, если у вас, допустим, нет, как вы видите, сама шерсть, она серая, как с темненькими вкраплениями. Очень хорошо подходит для изготовления нимф. Я обычно для себя взял, просто от этих наборов отрезал, ну, необходимое количество мне по цветам и положил в пакетик. Скажу откровенно, пользуюсь я ими уже, ну, не один год. Особенность этого волокна заключается в том, что оно штапельное. Что есть штапельное? Оно идет длинным, хорошим, вот таким, вот таким вот волокном, как вы видите. И вы можете вытащить для себя вот такой кусочек. Как вы видите, длина его, вы сколько захотите, это у меня уже отрезанный кусок, под мои, допустим, нужды. Спокойно можно вот так его скрутить уже в веревочку. И с помощью нитки или без нитки мы уже можем сформировать с вами тело. Довольно-таки удобная, хорошая вещь. Я понимаю, что многие пишут, что необходимо использовать вот те или другие элементы, которые предназначены только для вязания мушек. Скажу вам сразу, все буквально, вот мною они проверены, все материалы. Если в чем-то они плохие, я вам говорю сразу. В воде, допустим, нежелательно использовать вискозу. Она красиво смотрится не намокшей, блестит, идеальная, просто изумительная сама по себе для изготовления мушек. Но как только намокает, она сразу теряет свои свойства. Плюс к тому же она непрактичная. То есть долго не выдерживает поклевок и всего тех нагрузок, которые мы, допустим, испытываем на рыбалке. Поэтому, а все вот эти пряжи, которые я вам показал, они сами по себе уже имеют хорошую окраску, изготовлены хорошим производителем. И плюс к тому же сырье очень хорошее. Для себя вы подберете, допустим, то, что вам необходимо. Можете использовать вот такие наборы. Но я вам скажу откровенно, это не в том смысле, что, допустим, реклама или как-то я хочу подорвать чью-то экономику. Вот, допустим, цена вот такого пакетика, как вы видите, 14 гривен. Это фирмы Хэнс. А цена вот такого пакета, как вы видите, 19. Пусть он сейчас будет стоить 25 гривен. Сколько можно изготовить даббинга? Вот поэтому я вам и показываю, чтобы вы для себя сделали свои выводы. Я никому ничего не навязываю. Это только личное мое мнение. Как добавить, сделать блестящим даббинг? Я уже рассказал. Особенности, допустим, применения того или иного даббинга я буду рассказывать вам в процессе уже изготовления мушек. Допустим, вот мне очень мало было вот такого оттенка. Это очень-очень нежный попался мне кролик, крашеный. Он по своей структуре еще мельче, чем тот, который есть в наборах. Поэтому вы подберете для себя сами мех, какой вам необходим. Если вы захотите заняться окраской меха или, допустим, перьев, напишите мне на фейсбук или же сбросьте мне как-то маякните своими записями. Я потом вам расскажу какая-то нудная и неблагодарная работа красить перо. Вот, пожалуй, друзья мои, и все. Благодарю вас за внимание. Жду ваших вопросов. До свидания.